всем огромный привет добро пожаловать на мой канал ой девочки извиняюсь начинаю новый влог я гуляю с боной как всегда я в куртке у нас лето на улице всего лишь плюс 15 все дождь не знаю как фильма поздно вышли сейчас уже около 12 часов потому что был дождь сильный дождь ну как-то вот так да бону на самом деле бы не хорошо когда холодно она хотя бы это елочка да красивая сзади вот потому что когда жарко мы с ней чуть-чуть гуляем то что и жарко горячая женщина у нас тут у всех цветет сирень красота просто красиво так холодно в куртке и на самом деле холодно мы даже на ночь отопление включили девочки представляете вообще с басяней идем мальчики со мной не пошли пошли только мы вдвоем да босик больше скажу всем привет вредная женщина видите дождь шел все помял тоже белая сирень а я вообще люблю синюю сирень такая знаете бывает синяя-синяя прям синяя такая ну поняли ее называют по-другому синяя сирень такой цвет много белая и обычная такая классическая сиренушка люблю сирень люблю как она пахнет так что гуляем ветер птички тоже слава богу закончился вот так что сегодня будет такое немного обо всем это я пропадаю все с боной даже в дождь хожу гулять если знаете нужно куда-то уехать хотя бы на пять минуточек но надо выйти ваш начинами не простит простит ничего вот такая красота все зеленого же давай не снимала да прогулки снималась что когда только-только почки распускались сейчас уже все зелененькое все красиво домик такой да 2007 год написано наверно построили в 2007 году то ответе наверху на трубе вот такая вот красота бона пошли вон отчет там зависла мусор какой-то там подбирает ну-ка бонат и приличная женщина пошли же неприличный ой девочки предыдущий влог снимала вам мы были на пляже загорали я кстати загорела вот сыпью покрылась на ногах потому что я не взяла с собой солнцезащитное средство тогда когда снимала вам и у меня всегда такая типа аллергия на солнышко на ногах у меня всегда каждый год одно и то же каждый год все поняли каждый год этим страдают вот так что пойдем уже с бонной домой дела делать надеюсь что дождя не будет то что я начала пропалывать морковку со свеклой и так и не пропаловал до конца кусочку маленький остался даже не будет сегодня пойду полоть если будет дождь вот видите девочки вот того цвета сирене нравится он из все ее называют синяя сирень я не знаю почему все называют синяя вот такая она такая голубоватая вон там еще видите вот такая мне нравится я вообще балдею вот она еще вот от такого цвета я просто балдею так нравится но у меня такой нет надо купить да ну как то я все это щенок дошла смотри что делает не залез не не пошла чтобы она мокрая не было она вон че делает скажи так покупаешься в ружи до боно боно мой да он ведь она такая нет это уже наверное сильнее это такая короче хожу всем за виду девочки у кого есть такая синяя сирень едина почему ее синие все называют у нас почему так скажите мы все называют синяя вот и всем завидую короче ладно мы домой ну что девочки давайте я вам покажу парник так как у нас мелкий дождь и все планы мои конечно на сегодня но будут заниматься какими домашними делами вот значит вот такой у меня парничок так я называю это парник вообще это теплица да там жучка моя вот здесь у меня остатки лука который я сажала еще в мая вот здесь у меня была редиска она уже естественно все здесь по краешку я сажала и вот мои помидорки чем они уже у меня вовсе цветут да и не эти цветочки вовсе так я их подвязываю и уже даже смотрите помидорки 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 вот вот такие вот у меня классные здесь вот тоже помидорка это у меня короче все забыла это по-моему маруся это императрица здесь у меня баклажаны это и все баклажаны что у меня получается только три куста это не такие погибали у меня вот из всей моей рассады вот оказалось только 3 здесь 4 но он видите какой вот это у меня перчики на самом деле перчики были тоже такие полупогибшие я их посадила так достаточно близко но они что-то все пошли даже вот такой вот маленький тоже задохлик такой был извиняюсь такое выражение но как есть здесь вот укропчик тоже я уже тут видите срезала такой вот у меня и руккола остатки рукколы меня совсем совсем чуть-чуть вот и это у меня черри карамель которая вот они у меня тоже всю цветут сейчас вот так и здесь у меня еще петрушечку я сажала тоже ведь и немножечко осталось мы уже едим во всю зеленушку это черри черри карамель да да это черри карамель девочки так вот там у меня фасоль она у меня короче я и дважды сажала она у меня не хотела никак всходить я думала все погибло в итоге смотрите два раза короче у меня там даже из одного места он два ствола то есть она я ее посадила она сидела вообще не вылезала я там ну подковырнула достал одну фасоль он он такая полу гнившая была и это вот стручковая фасоль которая такая длинная ну поняли да я не помню она как-то называется по-особому я не помню как почему она мне будет видеться но я уже не буду ее приезжать не знаю посмотрим что получится у меня да вот так вот то же самое у меня с огурцами смотрите сейла огурцы и они мне не хотели всходить вот они меня в только в таком состоянии это же получается видите очень часто зашли и старые огурцы и новую пачку я докупала и она тоже взошла вот здесь никто вообще не взошел в общем с огурцами у меня в этом году не очень хорошая история вот такая но вот эти три огурчика это длинные огурцы не помню тоже сорт на такие длинненькие салатные до называются вот они у меня три как раз кустика вот это питье как часто получается но я пока их не трогаю потому что хочу посмотреть может быть кто-то и не не доживет в итоге видите потому что они такие совсем такие я уже тут и стимулятор роста и в общем что тут только не делала и все равно они никак не хотят вот может быть потому что холодно хотя в теплице не знаю что в этом году прошлом году меня вообще было я так посеяла знаете семечки и все они меня буквально пару дней и пошли 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 явиться в этом году вот так вот землю я здесь меняла и здесь у меня и компост и в общем все у меня тут вот а это черри для внучат вот тоже видите уже какие помидорчики пошли у меня вот правда нездоровые но но вот так вот это же остатки лука здесь вот у меня по краешку я как и в прошлом году тоже сажала редиску которому же всю 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 съели с этого края с этого края у меня была редиска там у меня было зелень руккола ночью все это поели в общем такая вот у меня получается тепличка ведь дождь 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 вот вот такая вот у меня просто ждем не маленькая тепличка но мне вот вполне достаточно на заготовки недостаточно но на то чтобы прийти сорвать покушать вам недостаточно Зато в этом году у меня крутые помидоры, я считаю. Потому что в прошлом году у меня они только-только начинали цвести. А в этом году уже, смотрите, видите уже, какие у меня. Слушайте, вот это императрица. Да, вот это императрица. Вот, вот досюда императрица. А вот это у меня Маруся. Маруся. Маруся, карамель и для внучат. Так что в этом году, наверное, будут помидорки. А с огурцами, конечно, не очень. Не очень у меня с огурцами. Ну ладно. Ну сколько будет, да? На поесть точно хватит. Ну пожевать. На заготовки, на маринованные огурчики, на соленые, не знаю. Может быть, куплю тогда. Потому что огурцы соленые, маринованные тоже нужны. Ну вот перчик и баклажаны, девочки, я сажаю в качестве баловства. Я думала, что вообще все погибнет, потому что у меня было такое все чахлое. Вот здесь вот просто оно какое-то было, я не знаю. У меня в этом году только помидоры хорошие. А вот это все просто было. Все были, видите, даже пошли новые. Тут все были вот эти листья, все желтые вот такие. Все они просто вот, просто погибали. Ну посмотрим, что получится. У меня, конечно, лес получается, но... Ну ладно, что будет. Лето обещают не жарким, поэтому леса, может, и не будет. Будет нормально. Так что вот такая вот у меня получается тепличка. Вот. Насажала я много. Я думала, помидор... Я имею в виду рассаду. Я думала, что она будет погибать. Вот. Вот, но нет. Помидоры в этом году у меня, слава богу, хорошо. И тут им тоже хорошо. Они прям такие у меня прям красавцы. Вот. Помидорчики меня радуют. Вот эти два особенно висят там. Одинокие. Здесь, а здесь тоже я вам не показала. Вот эти черри карамель. Они должны быть супер сладкие какие-то. Какие-то супер сладкие. Специально сажала, потому что у меня дети любят помидорки черри. Вот. Они у меня сюда просто заходят и просто их обрывают, как ягодки едят. Ну, я не то, что не против. Я очень даже за. Поэтому сажаю детям. Муж тоже нравится. Вот это дело. Вот. Так что вот так. Ну, надеюсь, что с огурцами все будет хорошо. Вот. Так что сегодня пропорник. Будет потом. Не будет дождя. Покажу, что у меня в огороде. Вот. Ну, красота же, девочки, скажите. Вот это вообще красота. Помидорчики. Помидорчики маленькие мои. Вот. Так что вот такие вот у меня. Вот такая у меня работа была вовсю. Вот. Еще я сверху сюда мульчую. Это так, по-моему, называется, да? Вообще нужно соломой. Но у меня соломы нет. Я не знаю, где покупают солому вот эту. Я бы сюда тоже закрыла. Но я скошенную траву. Я ее так подсушиваю немножко на солнышке и складываю сюда скошенную траву обычно. Вот. Но пока руки до скошенной травы не дошли. Потому что все переживала за огурцы. В общем, вот такая красота у меня. Всем снова привет, девочки. Я уже снимаю на следующий день. И я сейчас делала макияж. И вспомнила, что меня спрашивали по поводу туши. Вот этой. Люксери, да, она называется, от Белита, которая. Сейчас я вам покажу. У меня просили показать кисточку. И пару слов про нее скажу. Так, смотрите. Вот XXL. Она у меня уже закончилась. У нее вот такая длинная кисточка. А вот у этой Люксери, да, правильно так она называется, от Белиты. У нее вот такая вот кисточка. Так, давайте на светлом покажу. Вот, видите, они обе силиконовые. Только это вроде как бочоночек такая, да. А это вот так вот выглядит кисточка. И больше всего мне понравилась вот эта тушь. То есть не XL, а вот эта. Я заказала, забыла вам тоже показать, в заказах на Вальберес я заказала еще одну такую же. Сейчас она у меня как раз на ресничках. Меня часто спрашивают вообще по поводу ресниц, какая там тушь и так далее. Во-первых, у меня от природы достаточно такие, ну, густые, да. И я не скажу, что они прям сильно густые. Вот. Но, по крайней мере, такие длинные ресницы сами по себе. Вот. Просто кончики выгорают обычно у меня. Вот. Здесь дело, на самом деле, не совсем в туши. Пытаюсь сесть, чтобы видно было. Вот. Вот так вот она выглядит на ресничках. Мне очень нравится. Делают такие пушистые, прям такие даже длинные, видите. До куда? До бровей доходят. Вот. Вот здесь дело, на самом деле, не совсем в туши, а скорее, наверное, в маленьких таких, ну, секретиках, наверное, да. Я вам про них расскажу. Я уже рассказывала об этом. Но я знаю, что меня новые зрители тоже смотрят. Во-первых, я всегда прокрашиваю межресничку. То есть, я прокрашиваю, вот у меня сейчас вот такой карандаш, вообще, все равно, какой карандаш, он должен быть черным. Если у вас тушь черная, то и карандаш черный. Если вы используете коричневую тушь, то карандаш тогда тоже должен быть коричневым. Причем, у меня тушь такая угольно-черная, соответственно, карандаш у меня тоже угольно-черный. Мне еще нравится карандаш от Пупа. И, по-моему, от Никс еще. Или от Никс, или от Никс еще, да, по-моему, прикольные карандашики. Короче, неважно. Я прям беру, вот так одной рукой держу, как бы вот так вот, да. И просто вот с этой, с внутренней стороны глаза, просто подтачиваю карандашик. Ну, так не сильно, чтобы он не сильно острый был, потому что, ну, иначе неприятно. Он должен быть таким мягеньким, желательно стойким, да, чтобы он не отпечатался вниз и не размазался. То есть, когда, чтобы у вас были слезки какие-то, да, там, от ветра, от солнца, чтобы он у вас вот здесь вот не потек. Ну, вот Фаберлик сейчас использую. Да, пользую Фаберлик, куплю какой-нибудь другой. По-моему, вот у Пупы хорошие, они такие мягкие, при этом стойкие. Вот это точно, вот эти черные карандашики. И я просто вот так вот прокрашиваю, причем прокрашиваю не просто вот так раз провела, а прямо вот между, на, поближе, наверное, покажу. Прямо между, 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 между ресничками до того, как нанесла тушь. Прямо вот туда подлезаю, прямо между ресничками. Тогда ресницы кажутся густыми от корней, то есть корни, вот такой объем появляется, взгляд появляется более такой темный. Можно вообще использовать, допустим, синий карандаш, да, или там какой-то оттенок, оттеночный карандаш, чтобы глазки были более яркими, да. Вот, это первое. А второе, я когда крашу ресницы, я зеркало вот так вот ставлю. Я смотрю вниз в зеркало и щеточкой как бы вытягиваю ресницы. Тогда ресницы, получается, не вот так лежат, а вот так. Какие бы ресницы ни были, они, получается, вытягиваются. Сейчас я покажу. Сейчас я покажу, девочки. То есть я беру кисточку, смотрю вниз и вот так вот ресничку как бы вверх. То есть она от корней прокрашивается как бы вверх. То есть они становятся такими распахнутыми, я бы так сказала. И хорошо прокрашиваются еще при этом кончики. То есть вот таким вот образом я крашу ресницы, и они тогда становятся вот такими. Я люблю, когда ресницы прям видно за километр. Ну, как-то так. Вот. Поэтому, в принципе, что с этой тушью, что с этой тоже эффект практически одинаковый. Но мне нравится больше вот это тем, что она дает такие более пушистые. И я люблю, не люблю сидеть долго красить. Вообще макияж у меня занимает, я не знаю, 5-10 минут с утра. И чтобы вот не сидеть там, не вымазывать вот эту тушь, то мне вот это буквально пару взмахов, и все, у вас объемные красивые ресницы. Здесь нужно их прямо вот в этой XXL, их нужно прямо выкрашивать, вычесывать. Вот так вот. Я вот это не люблю. Честно признаюсь, мне надо по-быстрому. Вот. Карандаш. Вы даже можете просто попробовать. Один глаз нанесли, карандаш. Даже у вас сейчас, если накрашены реснички, вы меня смотрите, у вас есть черный карандаш. Попробуйте, и вы увидите, что глазки получатся такие более, реснички более объемные, что ли, как-то так. В общем, вы поняли, о чем речь. Вот. Вчера у нас пошел дождь. Дождь весь вечер был. Мы вчера ничего не делали, смотрели фильм. Я очень люблю. Вчера смотрела фильм. Я обожаю этот фильм. Я смотрела его, наверное, раз. Не знаю, больше 10, это точно. Это «Берегите женщину». Обожаю этот фильм. Я не знаю, чем, но мне он очень нравится. Просто классный фильм. Вот. Короче, сейчас у нас выглянуло солнышко, но очень сильный ветер. И мне муж тут покупил петунью. Он заезжал в этот вобби-магазин. И, ну, там по своим что-то ему надо было купить. И купил мне, привез петунью. Красную и белую. Я хочу ее сейчас посадить. Поэтому пойду сажать. Не знаю, доберусь сегодня до грядки с морковкой или нет. Скорее всего, нет. Ну, ладно, она подождет меня. Я надеюсь. Вот. Так что сейчас покажу петунью и покажу, куда я посадила. Субтитры сделал DimaTorzok Помощница моя. Кто у мамы помощник? Кто у мамы помощник такой сладкий? Кто такой сладкий? Ну, иди. 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 Так, ну что, давайте покажу вам петунью. Тут у меня мусор. Это игрушки. Тут у меня такой столик. Я его сто лет в обед в фамилии покупала. Надо еще как-то очистить вот эти... Эти... От шпаклевки, короче. Вот. Здесь у меня это самое. И вот посадила петунки. Мусор потом уберу. Сюда посадила две. Не знаю, почему вот это такая. В общем, пусть будут две. Сюда одну вот такую беленькую. Тут небольшой такой горшочек у меня. Вот. Так. Мусор потом уберу. У нас столик такой. Мы все хотим сюда купить эти стулья. Тоже, ну, металлические, потому что у нас крыши здесь нет. Это балкон. Вот. И вот сюда вот посадила еще. У нас вот все косят. Тоже красненькую и беленькую. Вот такие будут у меня петунки. Разрастутся потом. Будет красота. Здесь у нас в свете крыша. Ветер. Как всегда. Красота. Тут коты любят гулять у нас. Так что вот такая вот у нас балкон. Видите, крыши нет. Крыши нет. Вот. Поэтому здесь, конечно, и дожди, и все. Подмела немножко. Сейчас ветер сильно, конечно, подметать, то еще удовольствие. Но все равно. Потому что пока сажала немножко земли. Вот будет. Там мальчишки меня бесятся, как всегда. Ну, красиво. Конечно, так пустовато. Я бы... Ну, надо еще стулья сюда поставить. Я бы побольше сюда цветочков поставила. Но у меня нет вот таких... Таких емкостей. Надо будет как-то прикупить какой-нибудь год. Какой-нибудь год. Вот. На самом деле, я здесь на этом балконе бываю очень редко. У меня в основном муж вот здесь вот вечером сидит. Я не знаю. Я почему-то не нахожусь. Мальчишки здесь играют. А я как-то вот... Ну, цветы только хожу поливать, и все. Вот. Как-то... Не знаю, почему так получается. Но я крайне редко здесь сижу. Мои уже, кстати, бассейн налили. Вот. Накрыли этой черной пленкой. Там. Вот. Так что... Так что вот такая вот красота. Солнышко вышло. Но ветер. На самом деле, все равно так достаточно прохладно. Я сейчас в футболки тут убиралась. Но прохладненько. Вот. Вот это у меня цветочки мои. Расти здесь. В общем, все поработало. Сейчас вечером, наверное, пойду. Все-таки надо морковку мне дополоть. А то она там у меня в травище вся. Не знаю. Нет настроения почему-то. Вот. У меня морковка, получается, на самом солнце. И... Короче, что-то у меня не лежит в душах морковки. Я прям чувствую, погибнет все. Ну, знаете, такое вот бывает. У меня так бывает такое. Прям не лежит, и все. В общем, ладно. Часть петуни я посадила. У меня еще есть петуни. Надо тоже ее куда-то посадить. Сейчас пойду похожу, посмотрю, подумаю. Вот. Ну, а с вами я на сегодня буду уже прощаться. А у меня еще постоянно просите готовку. Ну, вот как я раньше готовила, там, на несколько дней, допустим. Ну, или просто показывает, что я готовлю. Девочки, начну обязательно. То есть вот буду готовить, и уже буду снимать. Потому что до этого я вот просто пришла, что вот бросила что-то на сковородку, пожарила, и все. Потому что вообще было некогда. Или вообще пельменями кормила. Потому что у меня были свои дела. И плюс еще надо было огород, огород, огород. У меня вот это вот, знаете, прям надо все сажать, сажать, сажать. И постоянно меня это вот... Короче, я как сумасшедшая. Вот. И практически особо ничего такого не готовила. Единственное, что булочки. Но насчет теста и булочек тоже я помню. И я тоже обязательно, ну, как буду печь, обязательно сниму. Вот. И вам покажу. Так что вот такой вот у меня получился влог. Немного обо всем. Вот. Ну, и потом в следующем уже видео, наверное, покажу огород. Что там посадила. Ну, там ничего такого особого у меня интересного. Свекла, морковка, капуста, кабачки. Ну, все как у всех. Вот как-то так. В общем, ладно. На сегодня буду прощаться. Надеюсь, что вам понравилось такое видео. Было полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Всех люблю, целую. До новых встреч. Пока.